Глава региона начал визит с возложения цветов к мемориальному братскому захоронению, а после этого встретился с местным ветеранским активом. Именно ветераны обратили внимание губернатора на проблемы кадров в здравоохранении. Так, в поликлинике прием ведет всего один врач-онколог. Как отметил Игорь Руденя, в рамках развития системы медицинской помощи по онкологическому профилю, в регионе планируется создать пять специализированных амбулаторно-поликлинических отделений, в том числе в Вышнем Волочке, на базе Центральной районной больницы. Сейчас это учреждение оказывает медицинскую помощь населению Вышневолодского, Мологовского, Спировского, Фировского районов и Зато Озерный. В ее структуру входят круглосуточный стационар на 465 коек, поликлиника, женская консультация, детская поликлиника, дневной стационар и 38 фельдшерско-акушерских пунктов. Очень большая работа делается местными представителями здравоохранения, то есть людьми, которые работают в ЦРБ. Это прекрасные хирурги. Мы только за время прохождения видели, что в текущем режиме проходит порядка четырех операций. Одна из важных точек рабочей поездки – путепровод через Октябрьскую железную дорогу. Он был построен в 1970 году. За время эксплуатации пришел в аварийное состояние. Объект связывает между собой две части города, поэтому его восстановление имеет стратегическое значение. Сейчас проектно-следная документация по реконструкции проходит госэкспертизу. На проведение работы выделены средства из регионального бюджета. Безусловно, важно, потому что это соединение двух стратегических направлений. Это трасса М-10, это наш северо-восток весь, это Удоминский городской округ, это Максатиха, это Бежицк, это Весегонск, это все, что сегодня является активными участниками экономической жизни нашего региона. Завершилась рабочая поездка встречи главы региона с жителями Вышнего Волочка и района, на которой обсудили актуальные для развития территории вопросы, восстановление экономического потенциала территории, создание новых рабочих мест, повышение привлекательности для представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, представители местной общественности выступили с инициативой объединить город и район в одно муниципальное образование. По их мнению, Вышний и Волочок и район имеют единую социальную, транспортную и информационную структуру, и такое объединение позволит сконцентрировать бюджетные ресурсы на приоритетных направлениях развития. Губернатор идею поддержал, но отметил, что окончательное решение принимать предстоит самим жителям.